Книга пророка Даниила, глава четвертая Я, Навуходоносор, спокоен был в доме моем и благоденствовал в чертогах моих, но я видел сон, который устрашил меня, и размышления на ложе моем и видения головы моей смутили меня. И дано было мною повеление привести ко мне всех мудрецов вавилонских, чтобы они сказали мне значение сна. Тогда пришли тайноведцы, обаятели, халдеи и гадатели, и я рассказал им сон, но они не могли мне объяснить значение его. Наконец вошел ко мне Даниил, которому имя было Валтасар по имени Бога моего, и в котором Дух Святого Бога, ему рассказал я сон. Валтасар, глава мудрецов, я знаю, что в тебе Дух Святого Бога, и никакая тайна не затрудняет тебя. Объясни мне видение сна моего, которое я видел, и значение его. Видения же головы моей на ложе моем были такие. Я видел, вот среди земли дерево весьма высокое. Большое было это дерево и крепкое, и высота его достигала до неба, и оно, видимо, было до краев всей земли. Листья его прекрасные, и плодов на нем множество, и пища на нем для всех. Под ним находили тень полевые звери, и в ветвях его гнездились птицы небесные, и от него питалась всякая плоть. И видел я в видениях головы моей на ложе моем, и вот не сшел с небес бодрствующий и святый. Воскликнув громко, он сказал, — Срубите это дерево, обрубите ветви его, стрясите листья с него и разбросайте плоды его. Пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его, но главный корень его оставьте в земле. И пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесной росою, и с животными пусть будет часть его в траве земной. Сердце человеческое отнимется от него, и дастся ему сердце звериное, и пройдут над ним семь времен. По велениям бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим, и дает его кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми. — Такой сон видел я, царь Навуходоносор, а ты, Валтасар, скажи значение его, так как никто из мудрецов в моем царстве не мог объяснить его значение, а ты можешь, потому что Дух Святого Бога в тебе. Тогда Даниил, которому имя Валтасар, около часа пробыл в изумлении, и мысли его смущали его. Царь начал говорить и сказал, — Валтасар, да не смущает тебя этот сон и значение его. Валтасар отвечал и сказал, — Господин мой, твоим бы ненавистникам этот сон и врагам твоим значение его. Дерево, которое ты видел, которое было большое и крепкое, высотою своею достигало до небес, и, видимо, было по всей земле, на котором листья были прекрасны и множество плодов, и пропитание для всех, под которым обитали звери полевые и в ветвях которого гнездились птицы небесные, Это ты, царь, возвеличившийся и укрепившийся, и величие твое возросло и достигло до небес, и власть твоя до краев земли. А что царь видел бодрствующего и святого, сходящего с небес, который сказал, — Срубите дерево и истребите его, только главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается росою небесною, И с полевыми зверями пусть будет часть его, да коли не придут над ним семь времен, то вот значение этого, царь, и вот определение Всевышнего, которое постигнет господина моего царя. Тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями, травою будут кормить тебя, как вола, росою небесной ты будешь орошаем, и семь времен пройдут над тобою, да коли познай, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет. А что повелено было оставить главный корень дерева, это значит, что царство твое останется при тебе, когда ты познаешь власть небесную. Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдою и беззаконие твои милосердием к бедным, вот чем может продлиться мир твой. Все это сбылось над царем Навуходоносором. По прошествии двенадцати месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал, — Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силой моего могущества и в славу моего величия? Еще речь была, еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос, тебе говорят царь Навуходоносор, царство отошло от тебя. И отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вола, и семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет. В тот час и исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен он был от людей. По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил присносущного, которого владычество, владычество вечное. И которого царство в роды и роды. И все живущее на земле ничего не значит. По воле своей он действует, как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сановитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю царя небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо. Субтитры создавал DimaTorzok